здравствуйте здравствуйте все кто видит то слышит поставьте пожалуйста плюсик прекрасно я вижу что я уже в эфире и так дорогие мои здравствуйте дорогие наши слушатели здравствуйте дорогие наши ученики я вас приветствую на сегодняшнем уроке и мы продолжим с вами изучать тему которую начали на прошлом занятии помню вам мы говорили о правописании n и 2n в суффиксах прилагательных которые образованы от имен существительных но как вы понимаете мы медленно медленно подходим к правописанию наречий и количество букв n в них но для того чтобы начать бодро радостно счастливо ставить нужное количество n в наречиях нам сначала нужно научиться ставить нужное количество букв в суффиксах прилагательных и причастий поэтому сегодня мы с вами поговорим о второй группе правил но перед тем как мы с вами перейдем к от глагольным прилагательным да и причастием мы должны с вами вспомнить какие правила существуют у от именных прилагательных еще раз так от именные прилагательные это прилагательные образованные от существительных те кто был на прошлом занятии хорошо это запомнили и так напоминаю две буквы n в от именных прилагательных пишется в том случае если основа производного производящего слова заканчивается на н если к основе слова прибавляется суффикс он она на енана или енана ну и конечно словах исключениях стеклянный оловянный деревянный одна буква n пишется если к основе прибавляется суффикс он ян и суффикс и или если это прилагательное которое нужно запомнить так например как слова юный и свиной но я думаю в это хорошо все помните и поэтому предлагаю нам разобрать следующую группу правил я не знаю знаете ли вы постите за тавтологию такую форму как причастие поэтому мы сейчас кратенько кратенько обговорим что же это такое вообще причастие на причастие есть две точки зрения одни говорят что это часть речи отдельная обособленная обладающая своими морфологическими признаками другие говорят что это форма глагола в общем то нас сегодня это этот вопрос не очень будет интересовать потому что собственно говоря нам сегодня неважно часть речи это или форма глагола самое главное что причастие всегда образуется от глагола всегда всегда ну давайте посмотрим на то определение которое у нас есть на слайде хотел сказать на доске потом вспомнила что у нас с вами виртуальный формат и так причастие это особая форма глагола которая обозначает признак предмета по действию и сочетает грамматические признаки глагола и прилагательного то есть причастие всегда обозначает некое действие и вот на нашем слайде опять же представлены примеры я взяла глагол лелеять да как трудный глагол и лелеять это значит нежить беречь заботиться ухаживать за кем-либо и лелеять представлена в четырех формах три форма нас сегодня конечно не будут интересовать а вот одна форма очень даже посмотрите причастие делится на две большие группы это причастие настоящего времени причастие прошедшего времени например лелеющий и лелеемый это причастие настоящего времени а лелеевший и взлелеенный это словам прошедшего времени форма прошедшего времени внутри каждого времени причастие делятся опять же на две группы это страдательные то есть активной извините мы действительные то есть активные и страдательные то есть пассивные когда действие совершается активно субъектом предметом то тогда мы конечно используем действительные причастие активные когда действие совершается над предметом тогда мы говорим о том что это страдательные причастие или пассивные мы знаем до страдательный пассивный залог и активный залог ну вот смотрите лелеющий то есть это тот кто кого-то лелеет мать лелеющее дитя например да и и лелеевский это тоже действительное причастие но уже прошедшего времени мать лелеев шеи эти желе мы из лилейные это стрock inadequать 저희 п bobs а ну а зря я мы это страдательное причастие ни в стоящего времени а поздивение как вы понимаете прошедшего и недаром в слове взлеле다는 выделили путь к н потому что сегодня нас будут интересовать вот эти формы страдательных причастий до прошедшего времени. Именно они вызывают у нас трудности при постановке нужного количества букв. Ну, как я вижу в чате, вы пишете, что вы знаете, что такое причастие, и я очень-очень рада, потому что сегодня подробно о причастии мы говорить не будем. Но иногда возникают трудности, связанные с тем, что нам необходимо определить, где у нас имя прилагательное, а где у нас причастие. И это конкретно необходимо знать, когда мы ставим нужное количество N в формах кратких, в кратком прилагательном или в кратком причастии. Сегодня мы об этом говорить не будем, но в целом, знаете, так я вам могу подсказать, что в кратких прилагательных мы пишем такое же количество N, как и в полной форме прилагательного, а в кратких причастиях пишем всегда одну букву N. Возможно, мы еще вернемся к одной или двум N в кратких формах. Но сегодня, опять же, не об этом. Очень хочу вам много рассказать, и поэтому такая многословная, простите уж меня. Итак, прилагательное и причастие, чем же они отличаются? Ну, во-первых, прилагательное всегда обозначает постоянный признак предмета. То есть это признак предмета в первую очередь. У прилагательного не бывает выраженного действия. В отличие от причастия, которое всегда обозначает какое-то действие. И как раз причастие образуется от глагола, а вот прилагательное образуется уже от причастия. И, как вы понимаете, у причастия всегда прямое значение, а у прилагательного, как вы понимаете, опять же, всегда переносное. Давайте посмотрим на примеры. Рассеянные ветром тучи – это тучи, которые рассеял ветер. Это действие, которое совершил ветер над тучами. Рассеянные – это страдательное причастие прошедшего времени. А рассеянный человек, скобочку не туда перенесла, рассеянный человек – это человек невнимательный. И, как вы понимаете, рассеять человека, я не знаю, каким образом можно. Возможно, существуют какие-то аппараты, которые могут гипотетически развеять человека на частицы. Но это прилагательное, потому что получается переносное значение и обозначает признак, а не действие. По второму признаку их можно тоже разделить. Причастие имеет зависимые слова. Вот когда у нас есть зависимое слово, значит, перед нами точно причастие. В отличие от прилагательных, которые не имеют зависимых слов-предложений. Посмотрите, раненый солдат – это прилагательное, а раненый в руку солдат – это причастие. И последний принцип, по которому мы можем их разделить – это способность причастия трансформироваться в предаточное предложение со словом «который». Смотрите, тучи, которые рассеял ветер. Если у вас, возможно, такая синонимическая замена, значит, перед вами причастие. Ежели вы не можете заменить таким образом слово, значит, перед вами прилагательное. Рассеянное – рассеянный, невнимательный. Мы заменяем синонимом, который точно является прилагательным. Я думаю, что вы уже для себя четко составили некую схему. Я надеюсь, все понятно. Если понятно, ставим в чат плюсик. А мы с вами, если появятся плюсики, идем дальше. Плюсики появились, тогда бежимте в правила. Итак, начнем мы с вами с, конечно, очень важного пункта. Этот пункт звучит следующим образом. Если слово оканчивается на ованный, ёванный, мы в нем автоматически пишем две буквы «н». Автоматически, ребята. Вот это нужно выучить. Потому что очень часто эти слова вызывают трудности. Вы начинаете проверять их видом, совершенным или несовершенным, и ставите неправильное количество «н». Вот гравировать – что делать? Вроде бы как несовершенный вид, а пишется две буквы «н». Мариновать – что делать или что сделать? Это потом расскажу. Тоже вроде бы как несовершенный вид. Должна быть одна буква «н», а пишется две. То же самое. Сервированный, образованный, централизованный и так далее. В этих словах всегда пишется две буквы «н». Просто запомните. Это очень легко, если положить эту информацию куда-то туда, сюда, в голову, поближе только, чтобы ее не потерять. Но здесь нужно быть очень внимательным, потому что у нас есть два слова, которые не поддаются этому правилу. Это слова, так называемые, исключения. Это слова «кованый» и «жеванный», образованное от слов «ковать» и «жевать». И это исключение «условное». Если помните, на прошлом занятии я рассказывала вам о слове «ветреный», которое тоже является условным исключением. Почему условным? Потому что слово-то само пишется по правилу. Просто потерялся тот глагол, от которого оно образовано. И теперь мы не можем определить, от чего оно вроде бы как образовано, и пишем по традиции. Эти слова тоже являются условными исключениями, потому что, смотрим на слайд, у них отсутствуют необходимые для слов на ованы и ёваны признаки. Посмотрите, баловать – балованный, рифмовать – рифмованный. У нас есть суффикс «ова» и суффикс две буквы «м». В слове «ковать» и «жевать», согласно морфемно-орфографическому словарю Тихонова, выделяется суффикс «кова» и «жёва». Соответственно, у них нет суффикса «ова» и суффикса «ёва». И в связи с этим они не подходят под эту модель. Они просто похожи на слова с ованы и ёваны. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на замечательное слово «баловать» и «балованный». Ударение ставится только таким образом. Никакого «баловать» и «балованный». «Баловать» – «балованный». Очень частотная ошибка при произнесении этих слов. Итак, мы запоминаем. Продолжаю. Возвращаюсь к теме нашего занятия. «Кованый» и «жёванный» являются не совсем исключениями. Они подчиняются общим правилам, которые распространяются на все остальные глагольные формы. Итак, я вижу, что хочет задать вопрос, печатает его. Я не знаю, могу ли я идти на следующий слайд. Если этот вопрос касается нашего нынешнего слайда, то я, конечно, подожду. Видимо, нет. Хорошо. Итак, бежимте дальше. Значит так. Если у вас слово оканчивается на «ованый» и «ёванный», мы пишем две буквы «н», кроме слов «кованный» и «жёванный». Если слово не оканчивается на «ованый» и «ёванный», следующее правило нам в помощь. Сначала мы смотрим, от какого глагола образовано наше слово. Наше прилагательное или причастие. Если это глагол совершенного вида, и мы точно уверены, что этот глагол совершенного вида, то мы пишем две буквы «н». Посмотрите. Подсушить. Подсушить. Что сделать? Подсушенный. Заковать. Что сделать? Закованный. Это наше слово «кованный». Видите, да? Кованый. Закованный. Прожевать. Что сделать? Прожеванный. И это тоже наш глагол «жевать». Ковать и жевать. Кованый. Жеванный. Только уже с приставками. Глаголы совершенного вида. Соответственно, мы пишем в отглагольных формах две буквы «н». И тут, друзья мои, учителя любят говорить, и я люблю говорить, что наличие приставки обеспечивает нам всегда две буквы «н». Ну, видите приставку, соответственно, пишите две буквы «н». Ну, о приставках я чуть дальше скажу. Конкретно о приставке «не». Но я вам хочу сказать, друзья мои, в русском языке существуют глаголы с приставками, которые относятся к несовершенному виду. Например, глагол «покупать». Покупать – что делать. Купить – что сделать. Совершенный вид без приставки. Поэтому я рекомендую для того, чтобы точно не ошибиться, всегда проверять вид глагола. Если у нас форма образована или прилагательная, да, образована от глагола несовершенного вида, то тогда мы должны посмотреть, есть ли у него зависимые слова. Зависимое слово – это слово, которое, которому мы задаем вопрос от нашей формы, да, от нашего прилагательного или причастия, да. Посмотрите. Сушеное где? Как? На чем? На солнце травы. На солнце является зависимым словом. Следовательно, мы пишем две буквы «н». Кованый чем? Золотом сундук. Пишется две буквы «н». Когда же у нас нет зависимых слов, слово образовано от несовершенного вида и нет зависимых слов, мы пишем одну букву «н». Посмотрите. Сушеное на солнце – две буквы. Сушеные травы – буква одна. Кованый золотом сундук – две буквы «н». Кованый сундук – одна буква «н». Слова «кованный» и «жеванный» являются, скажем так, псевдоисключениями только к первому пункту правила. В них не всегда пишется одна буква «н». Они подчиняются всем остальным правилам, да, то есть наличию зависимого слова или виду глагола. Если совершенный вид, пишем две буквы «н». Итак, зависимые слова. Вот любое зависимое слово может влиять на одну или две буквы «н». Давайте теперь мы с вами попробуем потренироваться и определить, в каком предложении у причастия есть зависимые слова. Посмотрите и напишите номер этого предложения. Не спешите только. Предлагайте, не стесняйтесь. Так. Расстелились мнения. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Так. хорошо жду еще несколько секунд допечатывайте кто предложил все три варианта точно какой-то один попадет предложение только одно и так друзья мои проверяем действительно это предложение под номером 1 у нас есть зависимое слово увлеченными чем делом во втором предложении у нас нет зависимых слов посмотрите эмалированную посуду нет зависимых слов почистить мелкой поваренной солью солью какой поваренный от слова поваренный мы не задаем никакому другому слову вопроса в третьем предложении было немножечко сложно чуть-чуть но не настолько чтобы его выбрать смотрите нельзя стирать чем мылом мылом является зависимым словом от сказуемого до от глагола стирать изделия какие вязаные изделия какие шерстяные соответственно тоже нет зависимых слов и так мы с вами сейчас повторим наши правила и так вот глагольных прилагательных и причастиях мы пишем две буквы м первое если у нас слова оканчивается на ованы и и он кроме слов кованой и жеваной они подчиняются правилам которые распространяются на глаголы на формы и части речи образованы от глаголов несовершенного вида дальше две буквы м мы пишем если у нас прилагательное или причастие образованных глагола совершенного вида что сделать и если слово образовано от глагола несовершенного вида мы смотрим на зависимые слова есть зависимое слово пишем две буквы n нет зависимого слова пишем одну букву Н, и не морщимся, насколько бы нам не нравилось написание этого слова. Какие же у нас могут быть ловушки? Вы знаете, я люблю с вами делиться маленькими хитростями, маленькими ловушками. Но, возможно, вы уже это тоже знаете. Итак, на написание влияет любая приставка, ну, кроме тех случаев, когда это глаголы, не подчиняющиеся общему правилу, глаголы несовершенного вида, типа «покупать». Итак, влияет любая приставка, кроме «не». Вот приставка «не» не меняет вид глагола. Приставка «не» меняет только значение. Ой, не глаголы, простите, да, слово. Приставка «не» меняет только значение. Посмотрите, некошенная трава, да, некошенная трава. Отбрасываем «не», да, и работаем уже со словом «кошенная». Кошенная образована от глагола «косить», что делать, несовершенный вид, пишу одну букву «н». Нескошенная трава. Мы отсекаем «не», оно нам не нужно, да, и смотрим, слово образованное от глагола «скосить», что сделать, совершенный вид. Пишу две буквы «н». Ну, вот это «не» нам еще является таким важным словом-сигналом, потому что когда «не» написано отдельно, это значит, у слова есть зависимое. А если есть зависимое, то пишется две буквы «н». Да, то есть «не» – это наш главный помощник в этом правиле. Еще одна ловушка – это сложные прилагательные. Иногда первую часть этих сложных прилагательных ошибочно принимают за зависимое слово или за слово, которое может как-то повлиять на написание. Нет, друзья мои, мы спокойно, не моргнув глазом, не дрогнувши рукой, отсекаем вот эту первую часть и работаем, опять же, только с той частью, в которой есть пропущенное количество «н». В данном случае свежее мы убираем, и остается только кошенная трава. Косить что делать? Несовершенный вид – одна буква «н». Мы уже это знаем. То же самое «тяжелораненый». Отсекаем слово «тяжело» и работаем со словом «раненый». К нему мы еще вернемся. Вы можете сказать «раненый» образовано от глагола «ранить». Почему же одна буква «н»? Об этом поговорим чуть-чуть дальше. Итак, конечно, как всегда, в русском языке мы не можем обойтись без исключений. Ну, куда уж мы без них. Такая у нас судьба. Большое количество исключений, которые нужно помнить. Перед вами на слайде основные исключения, в которых пишутся две буквы «н». Я остановилась только на них. И эти слова очень часто возникают в разнообразных упражнениях, в тестах, которые посвящены нашей с вами теме. Итак, «медленный» – две буквы «н». Хотя, в общем-то, кажется, образованно от глагола «медлить» что делать. Но нет, это исключение. Две буквы «н». «Данный» – от глагола «дать». То же самое, да, две буквы «н». Желанный, священный, нечаянный, невиданный, неслыханный, негаданный, нежданный. И, естественно, эти слова нужно выучить или запомнить. Ну, кому как нравится. Используйте любой глагол, который вам нравится. Выучить или запомнить. Но, тем не менее, знать их нужно. Итак, есть еще одна интересная вещь в русском языке – это так называемые двувидовые глаголы. То есть глаголы, которые могут выступать в зависимости от контекста, как глаголы совершенного вида, так и глаголы несовершенного вида. Ну, эти глаголы соединяют в себе признаки обоих видов. И, соответственно, определить мы можем, какого вида глагол только в контексте, то есть в высказывании. Посмотрите. Роза ранит пальцы колючками. Роза что делает? Ранит пальцы колючками. Друг что сделал? Ранил меня неосторожным признанием. С одной стороны, глагол «ранить» вроде бы как несовершенного вида. С другой стороны, глагол «ранить» кажется совершенного вида. Мы не можем сказать, какого он вида, поэтому мы называем такие глаголы двувидовыми. Их достаточно много в русском языке. Не так много, как нам кажется, но тем не менее. Это глаголы. Ранить, крестить, казнить, велеть, женить, обещать, венчать и так далее. На самом деле, с ними никаких трудностей не возникает. Если у них нет зависимых слов, то мы их определяем как глаголы. Если мы работаем с прилагателями, которые от них образованы, или с причастиями, которые от них образованы, то мы работаем следующим образом. Если нет зависимых слов, то мы определяем как несовершенный вид. Пишем одну букву «н». Ежели у них есть зависимые слова, то тогда мы пишем две буквы «н». Например, в слове «раненый». «Раненый» опять же является условным исключением, потому что «раненый» образовано от двувидового глагола. О них я рассказала чуть выше. Вы теперь понимаете, что это не совсем исключение. Есть некое правило все-таки. Итак, «раненый» вообще может выступать в русском языке в качестве нескольких частей речи. Например, «раненый» лежит в госпитале. Слово «раненый» образовано при помощи такого способа как переход в одной части речи в другую. И, соответственно, перед нами существительное. Кто лежит в госпитале? «Раненый». И в слове «раненый» мы пишем одну букву «н». Оно образовано от прилагательного. «Раненый» солдат. Солдат какой? «Раненый» перед нами прилагательное. Мы пишем одну букву «н». Но как только у слова появляется приставка, например, глагол «изранить», мы понимаем, что это точно, точно, точно глагол совершенного вида «изранить». Значит, «израненный» образовано от глагола совершенного вида, и мы должны поставить две буквы «н». Посмотрите, «израненный» солдат. Пишу две «н». И так же мы поступаем, если у нашего слова есть зависимое. «Раненый» – куда? А что? В руку. Есть зависимое слово. Соответственно, пишем две буквы «н». Не нужно пугаться двовидовых глаголов. Активным в заданиях, в тестах оказывается глагол «ранить», «крестить» и, наверное, «казнить». Остальные глаголы неактивны. Ну, практически, да, за редким исключением. Поэтому достаточно запомнить слово «раненый» и его трудную, тяжелую судьбу. И вы не будете ошибаться. Итак, ну, давайте теперь с вами поработаем с нашими заданиями. Итак, напоминаю, да, первое, на что мы обращаем внимание, на что оканчивается наше слово. Ованы, ёваны – две буквы «н». Да? А если это не кованый-жёванный? Если кованый-жёванный, то мы… Или другие слова, то мы смотрим на вид глагола, от которого они образованы. Совершенный вид – две буквы «н». Несовершенный вид – смотрим, есть зависимые слова или нет. Нет зависимых слов. Пишем одну букву. Есть зависимое слово. Пишем две буквы. Сейчас нам нужно с вами соединить левую колонку с правой колонкой. Как видите, в левой колонке три примера, в правой колонке четыре объяснения. Это сделано специально для того, чтобы вы не играли в угадайку, а для того, чтобы вы действительно поработали с правилами. Итак, пожалуйста, так и соединяем. Например, 1А, 3Г, в любой последовательности, в какой хотите. Даю вам время. Вперед. Пишем свои правильные ответы в чат. Ну или неправильные. Постарайтесь все сразу вместить в один ответ, для того, чтобы это было видно. Итак, давно обещанный подарок, освещенная площадка, каленая стрела и объяснение. Пишется одна, так как слово образовано от глагола несовершенного вида и не имеет зависимых слов. Пишется две Н, так как есть зависимое слово. Пишется две Н, так как слово образовано от глагола совершенного вида. И пишется две буквы Н, так как слово является исключением. И вам нужно к трем примерам подобрать три правила. А четвертый пункт останется невостребованным. Посмотрите, здесь есть еще маленькая ловушечка, обратите внимание. Даю еще минутку. Вижу, что третий пункт вызывает трудности. Каленая стрела. Так. Ну давайте проверять. Я вижу, что все, кто хотел, уже написали. Итак. Смотрите. Один Б. Пишется две Н, так как есть зависимое слово. Ну вы, конечно, сейчас можете сказать, но ведь глагол обещать, да, обещать вроде бы как совершенного вида. Дорогие мои, глагол обещать – это праведовой глагол. Он обещает мне выполнить все задуманное, да, или он обещал мне выполнить все задуманное. И, соответственно, глагол может быть как совершенного, так и несовершенного вида. И здесь, конечно, особое значение имеет зависимое слово. Поэтому один Б. Поздравляю тех, кто правильно его выбрал. Освещенная площадка. Пишется две Н, так как слово образовано от глагола совершенного вида. И последнее пишется одна буква Н, так как слово образовано от глагола несовершенного вида и не имеет зависимых слов от глагола «калить», что делать несовершенный вид. Итак, бежим дальше. Давайте попробуем определить, в каких словах пишется две буквы Н. Руководствуемся правилами. Сначала смотрим, на что оканчивается слово «ованный» и «ёванный». Если не «кованный» и не «жеванный», то ставим две буквы Н. Дальше мы определяем, от какого глагола образовано. Если глагол совершенного вида, пишем две буквы Н. Если от глагола несовершенного вида, смотрим на зависимые слова. Вперед! Жду ваши ответы. Смотрите внимательно. Так. В каких словах? То есть обязательно будет как минимум два правильных ответа. Так. Смотрите внимательно. Есть ли зависимые слова? Итак, ну, давайте проверим. Я вижу, что все написали. Жду-жду последних-последних ответов. Я вижу, кто-то пишет. Не хочется, чтобы ваш труд пропал. Отлично. Так. Последние ответы. Спасибо. Итак, проверяем. Посмотрите, пожалуйста. Соленые в бочке. Есть зависимое слово в бочке. Где? Соответственно, пишем две буквы Н. Высушенное белье. Высушить, что сделать совершенный вид. Две буквы Н. И лакированная мебель. Это слово на ованный. Пишем две буквы Н. Поэтому правильный ответ – 1, 3, 5. Хорошо. Бежим дальше. Идем дальше. И еще раз попробуем определить, в каких словах пишутся две буквы Н. Пожалуйста. Пробуем. Нарисованный портрет. Неслыханное дело. Смышленый ребенок. Кошеное поле. Раненый солдат. Кто особенно внимательно смотрел на слайды и слушал, и тот увидит три знакомых слова, которые уже были сегодня на слайде. Так. Тут точно минимум два. Так. Ну что, проверяем. Проверяем. Итак, посмотрите. Правильный ответ – 1, 2. Совершенно верно. Дело в том, что у нас нарисовано это слово на ованный, а неслыханное дело является исключением. Смышленый ребенок. Ну, некоторые относят его к исключениям, в которых пишется одна буква Н. Но вообще смыслить, что делать – глагол несовершенного вида, поэтому смышленый, в общем-то, с одной буквой Н как бы поправил. Кошенное поле, косить, что делать – несовершенный вид. Это слово сегодня уже было в разных вариантах представлено, да, образовано от несовершенного вида, нет зависимых слов, пишу одну Н. Ну, и раненый солдат. Я говорила о том, что это слово образовано от двувидового глагола, поэтому, если нет приставки и зависимого слова, мы пишем одну букву Н. Это всегда так. Попробуем подойти с другой стороны и выбрать примеры, в которых пишется одна буква Н. Давайте попробуем. Предлагайте. Правленный текст, крашеная крыша, нестриженный пузель, провяленная рыба, рискованный поступок. Предлагайте. Будьте внимательны. Вспомните, что я говорила по поводу Н. Ох, правильных ответов я еще пока не увидела. Ну, вот теперь я увидела правильный ответ. Итак, давайте проверим, давайте проверим, подумаем, где вы ошиблись. Все. Итак, посмотрите, пожалуйста, правильный ответ. 1, 2, 3. Правленный текст от глагола править, что делать, да, несовершенный вид. Крашеная крыша красит, что делать, несовершенный вид. И нестриженный стричь, что делать, несовершенный вид. Во всех словах, у всех слов независимых, поэтому пишем по одной букве Н. Провяленная рыба. Провялить, что сделать, это совершенный вид, пишу две Н. И рискованный, это наше нелюбимое или любимое слово на ованой и ованой. И, соответственно, пишем две буквы Н. Итак, ну, давайте попробуем еще. Сделаем последнее задание такого типа. И потом перейдем к следующим. Пожалуйста, предлагайте. То же самое, да? Несколько ответов, как минимум два, в которых пишется одна буква Н. Одна буква Н. Будьте внимательны. Посмотрите, здесь есть и сложное, предлагательное, да, свежемороженое. Вспомните, как мы с ними работаем. Не попадитесь в ловушку, любезно мной расставленную. Итак, проверяем, друзья. У нас, к сожалению, урок скоро закончится. Осталось совсем мало времени. А задания у меня еще есть и интересные. Надеюсь, для вас. Итак, посмотрите, правильный ответ – это 2 и 4. Я видела правильный ответ, но их, к сожалению, было не очень много. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, вы просто невнимательно прочитали. Посмотрите. Слышанное как? Много. Да, много раз. Как часто? Много раз. Есть зависимое слово. Пишу две буквы Н. Сеянное – во что, куда, в холодную землю. Тоже есть зависимое слово. Пишу две буквы Н. Полированное – это слово на ованный. Соответственно, пишу две буквы Н. И правильный ответ – это свежемороженое. В сложных прилагательных мы отсекаем первую часть, свеже убираем ее и работаем со словом мороженое. Мороженое – морозить, что делать, несовершенный вид, нет зависимых слов, одна буква Н. И квашеное – квасить, что делать, несовершенный вид, одна буква Н. Сразу захотелось квашеной капустки. Итак, идем дальше. Теперь нам нужно вспомнить правила написания нужного количества Н в отыменных прилагательных. Помните наше прошлое занятие. Итак, пожалуйста, нам нужно найти ряд, в котором во всех словах спишется две буквы Н. Две буквы Н. Внимательно, да? Смотрим, от какого слова образовано. Если это слово оканчивается на Н, то прибавляется суффикс Н, и получается две буквы Н. Суффикс ОНАНА, ЙОНАНА, ЙЕНАНА, и слова-исключения. Их я не буду вам подсказывать. Одна буква Н пишется, если прибавляется суффикс Ан, ЯН, ИН, суффикс ИИ. И есть еще тоже слова-исключения, которые я не буду подсказывать. Их нужно выучить. Нам нужно найти такой ряд, в котором оба слова имеют две буквы Н. Оба слова. Не одно, а оба. И в этом вся трудность. Итак, ну давайте проверим. Проверим. Я вижу, что пошли ответы с объяснениями. Это здорово. Итак, действительно, это первый ряд. Первый ряд. Смотрите, каменный образован от слова камень плюс суффикс Н, монотонный от слова тон плюс суффикс Н. Ледяной – лед плюс ЯН, а вот в слове осенний пишется две буквы Н. Оловянные – действительно две буквы Н, это слово-исключение, стеклянный, оловянный, деревянный. А вот слово серебряный пишется с одной буквой Н, потому что к слову серебро прибавляется суффикс ЯН. Я всегда удивляюсь, почему это слово оказывается таким ошибкоопасным. Очень многие в нем делают ошибку. Ну и ценное две буквы Н, цена плюс Н, а вот в слове ветреный пишется одна буква Н. Об этом мы с вами говорили достаточно подробно в прошлый раз. Итак, ну теперь попробуем определить, в каком ряду в обоих словах, простите, не в обоих, а во всех словах, пишется одна буква Н. Посмотрите, теперь все правила в перемешку. Теперь здесь есть и отыменные прилагательные, и от глагольные. Будьте внимательны, выбирайте спокойно и рассудительно. Я вижу, что это задание вызвало у некоторых трудности. Аккуратно работайте с каждым словом. Смотрите, от какой части речи она образована. Если от существительного, то вы работаете по тем правилам, которые нужны для отыменных прилагательных, а если от глагола, то вы смотрите на те параметры, о которых мы говорили сегодня. Продолжение следует... Так. И сейчас я посмотрела на задание и поняла, что формулировка не очень корректная, потому что здесь у нас есть два правильных ответа. Вот те, кто выбирал между третьим и четвертым, те были правы. Итак, в первом случае у нас правильному ответу мешает слово «мощеный», образованное от глагола «мостить», что делать несовершенный вид, нет зависимых слов, пишу одну букву «н». Поэтому украшенные и оправданные, конечно, пишутся с двумя буквами. «Писаный», «мощеный» и «тканый» все три слова... Ой, одна буква «н», боже мой, боже мой, все правильно у меня здесь в задании, а я страдаю. Мы же выписываем ряд, в котором одна буква «н». Я уже тоже сама запуталась. Извините. Здесь у нас только почему-то в ответе должно быть два. Посмотрите, я, видимо, меняла местами их. Да, правильный ответ – это два. Два. «Писаный», «моченый» и «тканый». Я верну на слайд, но не запутайтесь, пожалуйста. Это правильный ответ – два. «Писаный», «писать», «что делать», одна буква «н», «моченый», «что делать», «мочить», одна буква «н», и «тканый» – это одна буква «н». Ребята, обратите внимание. Опять у меня здесь описка. Я переставила ряды местами. Здесь должен быть правильный ответ «два», потому что «писанный», «моченый» и «тканый» был под цифрой «два». Извините, пожалуйста, опять я вас запутала. Итак, понятно, да, почему «тканый» пишется с одной буквы «н». «Ткать», «что делать», несовершенный вид. «Мочить», «что делать», несовершенный вид. «Писать», «что делать», несовершенный вид. Остальные слова я верну на предыдущий слайд, потому что меня воздражает, когда что-то не так на слайде, пишутся с двумя буквами «н», большей частью. Посмотрите, исключением является только слово «немощенный», и в нем пишется одна буква «н», а вот в остальных, во всех словах, пишется две буквы «н». «Украсить», «что сделать», две буквы «н». «Оправдать», «что сделать», две буквы «н». «Изобразить», «что сделать», две буквы «н». «Длинный» образован от слова «длина» плюс «н», «диковенный» от слова «диковина» плюс «н», «заставленный» и «заполненный» образованы от глаголов совершенного вида, а «деревянный» – это слово «исключение». Ну и мы успеваем сделать с вами последнее предложение. Пожалуйста, нам нужно выписать цифры, на месте которых пишется две буквы «н». Пожалуйста, последнее на сегодня упражнение. Будьте внимательны. Так, я вижу правильные ответы. И неправильные. Как всегда, у нас все как зебра. Ну и давайте проверим. Давайте проверим. Правильный ответ – один, два, три. Таких ответов было очень мало, к сожалению, но это не страшно. Посмотрите. Запущенные. Запустить. Что сделать? Совершенный вид. Две буквы «н». Аккуратно мощенные. Мощенные образованы от глагола «мастить», что делать, несовершенного вида. Есть зависимое слово, поэтому пишу две буквы «н». И асфальтированное – это слово на ованый, ёваный. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, буду благодарна, если вы поставите плюсы в чат, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат те, кто что-то узнал новое на сегодняшнем уроке, кому этот урок был полезен. Я вижу большое количество плюсов, мне очень приятно, спасибо. И желаю вам всего самого замечательного. Встретимся на следующей неделе. До свидания, дорогие мои. Продолжение следует...